Дело экс-мэра Рязани Валерия Рюмина передано в суд. Об этом сегодня сообщил региональный следственный комитет. Ну, надо сказать, что я сладкая булочка. Есть такое понятие, да. Приходит малявый из двойки, который гласит о том, что со мной надо разобраться и покончить. За год мне сделали 560 уколов обезболивающих. Не верь, не бойся, не проси. Когда было тяжелее всего? В начале, в середине, в конце? Чисто морально, физически? Ну, безусловно, для любого человека это начало. Физически, прочее и так далее. Начало – это арест. Продолжение следует... Это ломка человека. Психологически его сломать лишает всего там, допустим, да. Вот у меня два года не было телевидения, радио, газет, книг. Ну, ничего не давали. Не было чем писать, прочее и так далее. Ручку отбирали. А тогда я писал вот на разных решениях судов. А это законно? И это дело в чем? Если по закону как? Если вы просите, администрация должна вам представить. Естественно, вы просите. Но сержант вам отвечает, или там офицер, который дежурит на этаже. У меня карандаш слома на ручке нет. А книжку из библиотеки? Книжку из библиотеки вы можете получить и обязаны бы они вам приносить раз в неделю, и это положено. Однако, библиотекарша то заболела, то библиотекарша потеряла пропуск в особую зону, а я сидел в особой зоне. Пять дверей было ко мне пока дойдешь, надо было преодолеть. Значит, поэтому она потеряла пропуск. Ну, вот ей восстановят. А когда? Ну, вы знаете, надо же проверить человека. Она у них лет 15 работает. Но теперь снова проверки, запросы, кто она такая, что она такая. А потом решение комиссии, а выдача ей пропусков в спецблок. И в результате, ну, может быть, 2-3 книги за 2,5 года я получил. Какие? Первая библия. Хорошая вот эта. Мне подарил ее священник, который приходил раз в месяц. Меня исповедовать и причащать. Значит, тут они ничего не могли сделать. Я требовал и объявлял, что или придет священник, или я объявляю голодовку. Думали, что подотрение, а именно аппендицит разрезали, а аппендицита нет. Нет, прохудился кишечник. И уже все внутри, все это, при АТИ там, все это дело. В общем, выбыли, промыли, сделали, кишечник зашили, значит, укоротив немножко. Жена настояла, чтобы меня проконсультировали и проверили врачи 11-й больницу. Главврач принял решение направить туда заведующих хирургическим отделением. Следователь пришел к ним и потребовал от них, чтобы они ни в коем случае не посылали врача. Потому что рюмин не является приоритетом здравоохранения Рязанской области. Но в это время со мной произошли ухудшения, потому что после операции получились там спайки и прочее и так далее. У меня живот увеличился в 6 раз. Значит, я 4 дня не мог ходить никуда. В результате жена подняла панику, крик такой и прочее, приехала туда, вместе с ней скорая помощь, врача скорой помощи запустили, который говорит, вы что, с ума посходили? Вставил мне в рот катетер и почти ведро вылилось изо рта. У меня, ну, спайка, надо же убрать все из этого. Он говорит, еще минут 15-20 и человек бы умер у вас. На руководстве статьями 302, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил рюмина Валерия Васильевича признать виновную в совершении преступления предусмотрено пункт 2, часть 3, статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 7 лет в 6 месяцев лишения свободы со штрафа в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии стройного режима. Есть такой полевоспитательный отдел, его назовут карательным отделом, что там никто никого не воспитывает, никаких там мероприятий никто не проводит. Единственное, что они отслеживают всех осужденных, кто пришел, и ведут их. Можно с вас взять что-то или нет? На УДО вас посылать можно, а на УДО, значит, приблизительно 300 тысяч, это минимальное. Это стоило, когда вы освобождались, да? Да, это минимально. С меня требовали 100 тысяч долларов. Вы понимаете, здесь какая ситуация? Что есть в колонии? В колонии есть медпункт. Что такое медпункт? Это первичное звено в системе здравоохранения. Вам могут сделать укол, вам могут йодом помазать, и все. Назначить лечение или что-то вам ничего не могут. Но если у вас там высокая температура и прочее, то я вас обязан отправить в больничку. У меня болели очень себе суставы. Я, у меня была, ну, есть, значит, больное сердце, был инфаркт. У меня давление, естественно, гипертония, значит, и той, и другой, и третьей степени. Значит, в результате от боли в коленных суставах, пояснице и так далее, я терял сознание. За год мне сделали 560 уколов обезболивающих. То есть посадили мне на нет вообще иммунитет. У меня простатит. Ну, что я говорю, простатит, это от боли лазишь по стенкам. Нет никаких, конечно же, там, памперсов, прочее, и так далее. И только через месяц разрешили жене мне памперсы принести. А так надеваешь два мешка с тем, чтобы, ну, что, простатит самое неприятное, когда самопроизвольная течка мочит. Все, ты сидишь и потекло. И что делать? Ну, ладно. Мы это можем назвать не просто вот каким-то нарушением прав человека, а пытками? Мы это можем назвать? Безусловно. Безусловно. Я много раз обращался, меня отправили в больничку все же, и я провел в больничке 7 месяцев. Карцер – это комната 6 квадратных метров, где стоит двойнар, которые пристегиваются к стене, и стоит стол, ну, вот такой приблизительно, и две лавки по 15 мм ширины. Какой там распорядок дня? Лежать днем нельзя? Тот же самый распорядок дня, только вы в 5 утра вас поднимает, и в 9 вечера вас трудно спать. То есть дают нара отстегивать, прочее и так далее. Чем там можно заниматься в карцере? Чем? Ничем. Вам книга не положена, письменно принадлежности не положены, вы просто сидите. На работы вас не выводят, один час вы на прогулке можете быть, приблизительно вот такой комнатной, ну, такая же вот комната, как эта, вот на прогулке час можете, солнце только сверху. Это за то, что у вас с собой был ни пистолет, ни заточка, прошу прощения, ни телефон, а за то, что у вас с собой были таблетки. У меня был мешочек, пакет такой, с лекарствами, и я с собой его брал, и всегда брал, все годы. Какие там были препараты, скажите? Это по сердцу, естественно, мои, которые выписаны мне, но все препараты только выписаны, иные вы не имеете права держать. По аллергии у меня были, по простатиту, по гипертонии у меня, ну и так далее, да. Все кучи лекарств, и у меня там было, ну, наверное, десяток разных личных лекарств. Которые требуются повседневного? Безусловно. Три раза в день я выпиваю. В то же время в 8 вечера я выпиваю, и, значит, утром в 7 часов, ну и так далее, и в обед. Я три раза в день, естественно, привыкли лекарства. Никто никогда не спрашивал. Теперь вдруг дежурный замечает у меня этот мешочек, это что-то такое у вас, он должен храниться в тумбочке, я говорю, ну, конечно, он в тумбочке хранится. Нет, он должен на первом этаже быть, нет, он не может на первом этаже, он должен быть предмет. И мне выписано врачом, и приписано, и никто не спрашивал. Я напишу на вас рапорт, напишет на меня рапорт, что я держу при себе предметы, которые не указаны в списке, подлежащих нахождению заключенных. Когда я вышел, а было интересно, значит, обычно 10 часов выпускают. Меня 8 выпроводили из колонии. Почему? Осужденные приняли решение меня проводить из колонии. То есть человек 300 должно было выйти и там за решетками, такие эти, на прогулочной, и меня, значит, руководительницкани проводить. Мне это объявили, прочее, и так далее. Но вы должны понимать, что как минимум 2 трети закладывают. Ну, там все, там ничего не удержится. Значит, и в результате оперативники, естественно, узнали все. И вместо 10 часов, когда все это, меня в 8 утра уже выгнали. Я уже в 8 утра был за золото. Я уже в 9 утра был за золото. Посадить можно каждого. Любого. Даже, ну, что вас посадить? Да, да, менять можно. Сейчас во Владивостоке шел дождь. В Ленинграде девочка подскользнулась и сломала ручку. А здесь, в Рязани, вы были и всем этим руководили. Если бы не было там дождя, она бы не упала там. И если бы вы этим не руководили, такого бы не случилось. Поэтому вы, руководитель преступной группы, называйтесь своих членов. Такой абсурд спокойно ложится во всем. Совершенно спокойно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...